Всем привет! Вы на канале Кузов Лаб, с вами Александр. И я продолжаю делать нашу дверь. Сегодня мы ее покрасим. Прежде чем начать подготовку, хочу сказать огромнейшее спасибо вам, ребят, кто пишет комментарии, ставит лайки. Это очень приятно. Последнее видео набирает обороты. Просто пушка. Всем огромное спасибо. Итак, что касаемо нашей двери. Я уже подготовил материал, которым я буду это все обрабатывать. Соответственно, у меня будет средний рубанок. Можно взять и длинный рубанок, как я делал до этого, подготовку именно по шпаклевке. Но я решил взять средний. Дальше. Абразивы. У меня будет 240-я и либо 320-я. Почему такой разброс? Можно начать с 240-й или с 320-й по причине. Если вы шпаклевали большой объем, загрунтовали много слоев, чтобы, как говорится, подзалить, то тогда можно начать с 240-й градации. Если вы загрунтовали легкий какой-то ремонт в два слоя, то тогда можно начать с 320-й. Все. Но дальше обязательно соблюдаем понижение риски. То есть, если 240-й поработали, опять через проявочку, 320-м абразивом перебили, и дальше уже переходим на машинную обработку. Дальше. Для машинки у меня будет абразив 400-й. И дальше для перехода я возьму вельвет 1500-й. То есть, я сделаю здесь переход по базе и сделаю также по лаку переход. Ну и для неких неудобных мест я взял двустороннюю губку синего цвета, тоже под окрас. Итак, предварительно, смотрите, я еще полирнул вот эти места специально под переход по лаку, так называемый французский переход. Кстати, кто-то, если еще не знает, что это за переход, будет ссылочка под описанием в этом видео на данное видео, как сделать французский переход по лаку. Ну, сегодня я о нем плотно рассказывать не буду, просто покрашу и посмотрю. Дальше. Цвет у меня на эту деталь, соответственно, не подобранный, я не буду ничего подбирать, я просто возьму с картотеки веер, так скажем. Ближайший цвет, похожий, выберу и попробую им покрасить. Еще и постараться его раскидать так, чтобы практически было незаметно. Итак, я начну с 240, потому что у нас была такая, ну, не совсем, конечно, залипуха, но она была, и я хочу начать с 240. Просто чем грубее градация, тем будет более точный спил, то есть более ровная поверхность. Как бы чем меньше градации, вы будете просто облизывать свои неровности. Поэтому я беру с 240. Такими же диагональными движениями начинаем шлифовать. Грунтец очень круто просох, довольно-таки жесткий. Это говорит только о хорошем. Так, 240 прошел, теперь уменьшаем риску на 320. Ну, в данном случае у меня 300-ый абразив от СЕПРО. Обязательно проходим проявку, чтобы не пропустить риски. Когда профессионалами станете, тогда уже проявка уже вам, в принципе, не нужна будет. Вы и так уже будете видеть и понимать. Хотя я все равно пользуюсь. Все, поверхность я выпилил. Теперь остается уменьшить риску, доделать внутренние части какие-то и, соответственно, подготовить под переход. Переходим на механическую обработку. Желательно использовать под финишную обработку машины по сходу моцентрика 2,5-3 мм. У меня троечка. А, и еще. Поскольку у нас плоскость имеет сферу, лучше использовать еще подложку мягкую, которая у меня находится в другом боксе. Пойду за ним схожу. Но это не точно. Снова проходим проявкой. Отличной пыли лучше продуть. Мягкая подложка. Что нам делает? С помощью нее мы не сделаем, грубо говоря, грани, как у граненого стакана. То есть все будет плавненько, ровненько и хорошо. В остальных случаях, если плоскость ровная, то вот как сейчас вот здесь я уже сниму, потому что с мягкой подошкой, подложкой, получится, что я буду, чтобы центр перешлифовать, очень буду торцы нажимать. Из-за этого они протрутся. Поэтому лучше здесь работать ровной подошвой, без подложки. И вообще, в принципе, советую к торцам сразу не стараться подходить. То есть сначала делайте основную плоскость, а потом уже аккуратненько заработайте с торцами. Потому что я замечал, у многих бывает проблема при обработке, сразу пытаются и торцы трогать, поэтому пробиваются там и начинается потом поддувание всякими грунтами перед окрасом. Чтобы этого не было, старайтесь просто сначала не подходить, а потом более деликатно и аккуратно. Так, все, теперь труднодоступные места, неудобные места. Все доделываем губкой. Если вдруг у вас где-то в труднодоступных местах есть шагрень, то эта губка, она не справится. То есть для этого лучше взять губки на бумажной основе. Я в каких-то видео об них рассказывал. Они имеют свойство как раз спиливать шагрень. Данная губка просто мотирует. У меня, поскольку грунт очень хорошо растянулся, я поэтому сразу работаю двусторонней губкой. Можно ей пробежаться по всей плоскости. На всякий случай, мало ли чего. Ничего страшного в этом нет. Грунт, конечно, бомбический. Вот смотрите, я выпилил 240-й. 300-й потом прошел блочком. Все это перепилил еще 400-й. Я не пробился нигде. То есть наполнение очень клевое. Рекомендую. Ребята, если кто еще не пробовал, от бренда A1, 590 грунт High Build. Реально очень хорошее наполнение. Так, ну все, готово. Остается сделать, подготовить под переход. Для этого я сейчас обдуваю, смочу вельветик и влажным вельветом доматирую себе зону для перехода. Вельветом, кстати, можно, как и на машинке, работать также вручную. Но, понятное дело, здесь нет смысла на машинке. Я сейчас вручную эти все края и подготовлю. Так, все, вытираем бумажной салфеткой. Проверяем, все ли у нас хорошо, равномерно заматировано. Если глянца нигде не светится, значит, можно производить обезжиривание и оклейку. Да, у меня все хорошо, поэтому я подготовлю вертолет и начну заклеивать. Заметили, наверное, да, что я заклеился прям под дикую острую границу от скотча. И все почему? Потому что я сюда лаком даже не зайду. Никаких карманов, ничего. Это французский переход. Так, ну что, деталь у нас готова, заклеена. В принципе, можно теперь сделать финичное обезжиривание и начинать красить. Сначала я вам еще покажу сейчас какой выбрал я цвет в итоге по карточке. Вот такую карточку я выбрал. Она, в принципе, похожа. Не знаю, камера передаст, не передаст. Под определенными углами она выбивается лихо, но нам для эксперимента и для покраса вполне сойдет. Ну что, краску я смешал. Приступаю к нанесению. Все стандартно, два с половиной слоя. Первый слой 70% от мокрого, второй 100% мокрый и финишный уже туманный, полевой, выравнивающий, кто его как называет. Помните, я говорил, что при нанесении грунта мы идем от большего к меньшему. С базовым покрытием можно все делать наоборот. То есть от меньшего к большему. Я не одеваю маску, просто здесь вытяжка хорошая. Точечный такой ремонт перепылу будет минимально. Начинаем, как всегда, ну я начинаю лично, как всегда, с торцов из труднодоступных мест. Заметьте, когда я подхожу, ну, допустим, к этой части, я стараюсь махать от нее, нанесить, наносить базовый покрытие. Соответственно, с той стороны я также наносил в эту сторону. Все, ждем выдержку буквально 7-10 минут и можно наносить второй слой. Итак, первый слой подсох. Прежде чем начать наносить второй слой, обязательно берем липку. Особенно есть такие моменты, как с глянцем переходы. Проходим их, потому что перепыл мог все равно лечь, чтобы у нас потом качественный получился переход по лаку. Всегда проходим липкой салфеткой. Также начинаем второй слой с торцов и потом закрываем общую. Все, так же ждем 10 минут и делаем выравнивающий слой. Приступаю к нанесению третьего слоя, выравнивающего. Цвет, конечно, я подобрал такой себе, скажу, он на порядок светлее, чем основной. Но что есть, то есть. Попробую, начну точнее с того, что сначала подраскидаю еще немножечко сам зону перехода, потом уже пройду все остальное. Продолжение следует... Так, ну все, вроде более-менее сравнялось в переходе. Все, иду, замешиваю лак и наносим лак. Наношу первый слой лака, предварительно, обязательно прохожу ликой салфеткой. На первом слое лака торцы не обязательно, то есть закрываем основную площадь. С учетом того, что у меня есть зона перехода, то я не доходя до перехода зона за два сантиметра, движениями вовнутрь наношу первый слой, потом основу закрываю. ждем 10 минут и наносим второй слой. Перед нанесением второго слоя я заранее себе подготовил миниджет с растворителем для перехода по лаку. Положу его сразу сюда, чтобы после того, как нанести лак, сразу размыться. Начинаю я с самой зоны перехода, раскидываю движением вовнутрь, чтобы переклон не летел на глянец и после чего уже закрываю все остальное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Деталь открашена, выглядит она клево, все ровно, все ребра, никаких провалов, никаких граней и так далее. Все качественно сделано. Я надеюсь, я в этом видео донес до вас полную информацию, как подготавливать. Есть, конечно, в разных ремонтах и другие какие-то приспособления, инструменты, оборудование, но на данном этапе, на данном элементе я выбрал такой подход, и вы видите сами, какой получился хороший результат. Соблюдайте все эти правила, и я думаю, у вас тоже будет все получаться. Не забываем про французский переход, Тёма подснял близко, получается очень клево. Ссылка под то, как я уже делал и показывал более подробно французский переход, будет под описанием в видосе. Понравился этот видос, обязательно ставим лайки, кто не подписался, подписываемся. Не забываем нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока. Посмотри, как все-таки хорошо получилось. И переход по лаку. Несмотря на то, что база у нас светлее, все равно раскидалась, все клево. Ребята, давайте, успехов вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok